Этим заболеванием на земле заражается более 5 миллионов человек. Причем где угодно. В больнице, в салоне красоты, в компании друзей. Гепатит B передается исключительно парентеральным путем, то есть через кровь, аналогично СПИДу. Заразиться можно, употребляя наркотики через нестерильную иглу, переливая непроверенную кровь, а также от сексуального партнера. Чтобы не заболеть, нужно прививаться. На заседании комиссии главный эпидемиолог района Галина Шевцова отметила, что на данный момент детского населения в районе привито до 97%, взрослого до 55 лет охвачено всего 57. С 2006 года прививочная кампания от гепатита B в районе проводится бесплатно, поскольку входит в национальный проект здоровья. Все прививаются бесплатно, лица от рождения до 50 лет. Потом лица, которые работают в медицинских учреждениях, должны быть привиты от гепатита B без ограничения возраста. И без ограничения возраста прививается население против гепатита B, если в семье есть носитель или больной гепатитом B. Налицо эффект этой вакцинации. Если раньше у нас регистрировались гепатит B и C по 15, по 16 случаев в год, носительство по 40, по 80 человек, то сейчас у нас гепатит B и C заболеваемость единичная в случае. В этом году B не один зарегистрирован случай, а носительство до 10 случаев бывает только. Пройти иммунизацию от гепатита B сейчас не проблема, но сначала нужно сходить на прием к терапевту. Он оценит ваше состояние и даст соответствующие рекомендации вместе с направлением в прививочный кабинет. Кстати, прививку от гепатита бессмысленно делать, если вы проходите курс лечения антибиотиками. На данный момент, говорит эпидемиолог, в центральной районной больнице имеется достаточное количество препарата. Самим приобретать вакцину в аптеках не стоит, поскольку несоблюдение температурного режима при хранении и транспортировке может превратить вакцину от гепатита B в губительное зелье. Это очень соблюдается температурный режим. Плюс 2, плюс 8. Ни выше, ни ниже нельзя. Потому что если выше, она просто будет... Инактивируется? Инактивируется, ничего не останется, одна вода будет. Если ниже, то может быть очень серьезное осложнение. Ни один медик не возьмется прививать, потому что он не знает, как эта вакцина поступала. Если эту вакцину мы всю холодовую цепь соблюдаем, как она поступает на склады, как со складов к нам поступает, как на учреждения поступает, мы выдаем, мы без этих холодильников, сумок, холодильников не выдаем эту вакцину. Проверяем, сколько там элементов, всего это. Только тогда выдаем вакцину. А так мы не можем проверить. И медицинский работник прививочного кабинета, он не возьмет на себе такой ответственности. Эпидемиолог, ссылаясь на данные медицинских исследований, говорит, что введение трех доз вакцины в раннем детстве может создать пожизненную защиту от носительства вируса. К слову, носители гепатита B при получении вакцины могут снизить губительное воздействие на печень уже имеющегося в крови вируса. Противопоказана вакцина тем, у кого ранее наблюдались тяжелые аллергические реакции на предыдущие дозы вакцины против гепатита B. По плану в текущем году в нашем районе должно привиться около 2000 артубинцев. Тем же, кто еще не думал об этом, настала пора услышать, что гепатит B – серьезное заболевание, вызывающее поражение печени, цирроз и даже рак.